Приветствую всех на своем канале. Сегодняшний выпуск будет про глисты и паразиты в организме человека. Как избавиться от них натуральными доступными продуктами. Ежегодно на земле умирает примерно полтора миллиона людей от гельминтов. Глисты – черви-паразиты, жизнедеятельность которых проходит в человеческом организме. Ее итогом является гельминтоз. Это острое заболевание хронического характера, которое приводит к ослаблению иммунитета, поражению внутренних органов, нарушению их функций, истощению. Гельминтоз представляет собой инфекцию, вызываемую глистами. Он очень распространен, встречается в большинстве стран, однако подавляющее большинство случаев регистрируется в регионах с теплым климатом и высокой влажностью. Риск заболевания существует в любом возрасте, но чаще страдают дети от 5 до 15 лет. В этот период иммунная система еще развивается, а кислотность желудочного сока более низкая, чем у взрослых, поэтому уничтожение паразитов происходит не так эффективно. От червей страдают разные органы, основное место их обитания – кишечник. Путями проникновения паразитов являются слизистые оболочки и кожные покровы. Поступление личинок или яиц в организм может произойти вместе с потребляемой пищей. Зрелые яйца в ЖКТ получают оптимальные условия для развития, в результате из них появляются личинки, которые проникают через слизистую кишечного тракта в кровь, а далее могут беспрепятственно переходить по всем органам с кровотоком. Наибольший урон получают печень, почки, желчный пузырь, сердце, бронхи и легкие. Когда организм пытается избавиться от глистов путем кашля и отхаркивания мокроты, то они могут задерживаться в слюне и при заглатывании снова оказываться в кишечнике. Там проходит их дальнейшее развитие, а после 75 дней появляется зрелая особь. Если глисты локализуются в печени и желчном пузыре, то в этих органах образуются кисты, появляются сопутствующие заболевания, механическая желтуха и гепатит. Круглые черви приводят к бронхиту, сердечной недостаточности, миокардиту, воспаляется сердечная оболочка из мышечной ткани. Когда гельминтами повреждается ЦНС, у человека появляется раздраженность, ухудшается внимание и работоспособность, нарушается засыпание. Гельминтоз сказывается на иммунной системе, организм становится восприимчивее к болезням, чаще отмечаются грибковые кожные заболевания, кариес, утяжеляются аллергические проявления. Борются с ними с помощью препаратов, которые выписал доктор. Однако природа создала для нас и натуральное лекарство в виде продуктов. Чеснок – суперсредство от глистов. Алицин в чесноке – вещество, которое дает характерный резкий запах, убивает многие глисты, бактерии и даже вирусы. От этого вещества у глистов полностью парализуется метаболизм, и они погибают. Чеснок – первый продукт для уничтожения паразитов. Достаточно одного зубчика, 4 грамма, чтобы избавиться от большинства видов гельминтов. Справляется с острицами, лямблями, ленточными червями. Тыквенные семечки В семечках тыквы находится вещество кукурбитин. Это аминокислота, которая парализует мускулатуру гельминтов. Глисты в результате не могут присасываться к стенкам желудка и просто скаловыми массами выходят наружу. Глисты обычно поселяются в кишечнике. Они поглощают все питательные вещества, лишая организм хозяина получать их с едой. Еще и выделяют токсичные вещества, которые разрушают организм и могут вызвать смертельную интоксикацию. Достаточно съесть в сутки лишь 32 грамма в день. Это достаточно убойная доза для гельминтов. Стоит добавить, что жареные семечки противогельминтными свойствами не обладают. Если желудок не принимает семечки, то можно принимать тыквенное масло. Оно также, как и семена тыквы, борется с гельминтами. Ананас. В составе фрукта есть вещества, которые растворяют белковые структуры гельминтов. Получается, что паразиты погибают, а мы наслаждаемся едой. Ананаса нужно съесть 300 граммов в день. Однако стоит учесть, что в консервированном фрукте значительно меньше веществ, которые борются с паразитами. Гвоздика, куркума, мускатный орех, тимьян и перец. Все из названных специй убивают паразитов и их личинки. Горькие продукты разъедают оболочку червей и их личинок, где бы те не находились, в кишечнике или в других органах. Стоит помнить, что некоторые специи, например, гвоздика аллергичны. Не рекомендуется давать маленьким детям до двух лет. Достаточно почаще щедро сдабривать блюда ароматными специями, чтобы бороться с нежеланными гостями в нашем организме. Морковь. Также в рекомендации против глистов можно есть по утрам в течение недели сырую морковь, если нет противопоказаний для употребления сырых овощей. Яблочный уксус. Паразиты не любят кислую среду, она разрушает их оболочку. Если пить в течение недели по утрам стакан воды с разведенной в ней яблочным уксусом, 1 столовая ложка, то это также поможет в профилактике глистов. Кокос. Еще одно прекрасное средство против гельминтов – кокос. Можно по утрам на завтрак добавлять в блюдо 1 столовую ложку кокосовой стружки в течение недели. Как говорят врачи, природные продукты не смогут заменить лечение препаратами от врача, если установлен диагноз гельминтоз. Однако в качестве профилактики и уничтожения незначительного количества гельминтов продукты вполне эффективны. Папайя вместе с семечками. Папаю добавляют в салаты и супы и готовят из нее смузи. Взбейте в блендере половину плода, немного семечек и полстакана кефира и наслаждайтесь выразительным, чуть островатым вкусом коктейля. Необходимо отказаться, хотя бы на время, от вкусняшек. Пицца, чизбургеров, гамбургеров, картофельные чипсы, картошка фри и прочий фастфуд, готовые хлопья для завтрака, курица гриль, готовые соусы, колбасы, копчености. Чтобы избавиться от глистов, необходимо избегать белого хлеба, макаронных, а также других изделий из белой муки. В данный период рекомендуется ограничить потребление кофе и чая. Под запретом также сырые с плесенью и алкоголь. Вместе с тем специалисты советуют ввести в меню специи – орегано, корицу, перец чили, горчицу, имбирь, каенский перец, кардамон, куркуму, черный тмин, а также яблочный уксус и брусничный сок. Основу рациона должны составлять продукты с высоким содержанием клетчатки. Они улучшают моторику кишечника, предупреждая возникновение запоров. Эти продукты можно есть по отдельности, например, овсяную, гречневую кашу или цельнозерновый хлеб, а можно добавлять в блюда, к примеру, отруби. Чтобы поддержать работу желудочно-кишечного тракта, нужно пить больше воды. Ведь затрудненная дефекация – это очень плохо, каловые массы представляют собой комфортную среду для роста и размножения паразитических червей. Для предотвращения появления глистов в организме необходимо соблюдать простые меры. Обязательно мыть руки после приема пищи, посещения туалета, пребывания на улице, игры с домашними животными. Придерживаться правил здорового образа жизни, чтобы иметь крепкий иммунитет. Полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами, что поможет организму бороться с любыми инфекциями. Проводить обязательную термообработку мяса и рыбы, мыть овощи и фрукты. Исключить из потребления сырую воду, отдавать предпочтение кипяченой, бутилированной или прошедшей очистку через фильтры. Хотя бы раз в две недели проводить влажную уборку дома. Не трогайте глаза, нос, рот немытыми руками. Избегайте объятий, рукопожатий и поцелуев при встрече. Избегайте мест массового скопления людей или сократите время пребывания в них. Укрепляйте иммунитет, принимайте витамины, ешьте овощи и фрукты, пейте травяные чаи и настои. Проветривайте помещение как можно чаще. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Будьте здоровы!